В августе этого года Алсу развелась с Яном Абрамовым. Певица и бизнесмен прожили в браке 18 лет. Перемены в личной жизни исполнительницы хита «Я учусь не бояться» прокомментировал близкий друг ее семьи, 82-летний Лев Лещенко. Мэтр отечественной сцены все это время воздерживался от рассуждений. Молчание он нарушил в разговоре со стархитом лишь в минувшую субботу, 30 ноября, на легендах ретро FM 2024. В музыкальном фестивале приняли участие культовые зарубежные и российские исполнители. «Я стараюсь быть в стороне от таких ситуаций. Но в случае с Алсу. Я знаю Алсу с 9 лет, она развивалась, собственно говоря, у меня на глазах. И, конечно, я видел ее личную жизнь. Думаю, настало время, когда Алсу и Яну стало тяжело общаться друг с другом. Я не беру в расчет интриги, кто с кем. Просто люди исчерпали ресурсы своих взаимоотношений. Такое бывает. Зашли в тупик. Слава богу, они выяснили отношения, насколько мне известно. Алсу сейчас очень много и интенсивно работает. У нее освободилось какое-то время. Я не говорю, что конкретно от мужа оно освободилось, нет. Просто у нее изменился немножко формат жизни в целом, понимаете. Очень сложно судить, кто прав, а кто виноват. Я, конечно, целиком на стороне Алсу, поскольку знаю ее характер, принципиальность, честность, благородство, рассказал стархиту Лев Лещенко. Лев Лещенко зря надеется, что Алсу и Абрамов поставили жирную точку в отношениях. Мэтр отечественной эстрады, видимо, не в курсе, что певица и бизнесмен после официального расторжения брака продолжают в суде делить совместно нажитое имущество. Исполнительница Хита все равно рассчитывает на половину семейных активов. Их стоимость оценивается в 5 миллиардов рублей.